В этом видео мы разберем полностью психологию трейдинга от начала до его самого конца. Эту тему многие раскрывают очень обширно, многими статьями. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все, спасибо тебе. Но на самом деле все довольно-таки узко и довольно-таки просто. Просто нужно уяснить для себя несколько вещей. То, что психология трейдинга это 80% вашего результата. Если вы сейчас торгуете в минус, то проблемы именно в вашей психологии, а не в виде вашего анализа или не в виде инструмента, на котором вы торгуете. Куда ты денежки берешь? Из шкафчика. А в шкафчике они откуда берутся? Мама кладет. А она где берет? Я ей даю. Ну а ты где берешь? Из шкафчика. Причина именно в вас психологии. Я торговал криптовалютой первые несколько лет абсолютно в минус. У меня опыт чуть больше пяти лет и три из них это просто в минус. Я мог за сутки заработать какую-нибудь очень хорошую сумму там в несколько тысяч долларов и также ее потерять сразу же там до утра, можно так сказать. Такое происходит регулярно. То есть, когда происходит первый раз такой слив, ты себе говоришь, вот я не сдержался, но анализ там мой нормальный. Я вроде же смог заработать там 2-3 тысячи долларов за день, значит я могу это делать и дальше. А вот и нет. Но, чтобы заработать 2-3 тысячи долларов в день, нужно иметь очень огромный депозит, чтобы он не перегружался. Я же на тот момент там у меня на счету лежало всего там 700-800 долларов и из них у меня получалось вот 2-3 тысячи сделать. Это говорит о чем? О том, что я завышал всяческие риски. То есть, я просто брал максимальный объем, который мне давала сама по себе биржа, а не тот объем, который дает мне сам Binance. То есть, тут в чем проблема? То есть, я не удовлетворен тем объемом, который у меня есть. Я не удовлетворен той прибылью, которую я могу от него получать. То есть, если у меня на счету там 700 долларов, то в целом в хороший день можно делать 10% не перегружая свой депозит. Это 70 долларов. Это норма, это считается очень хорошо. Зачастую это где-то 20-30 долларов в день от депозитов 700 долларов. Но для меня это, для моей психологии, для моего понимания этого максимально мало было. Соответственно, что я делал? Я брал максимально высокие плечи и пытался взять со сделки гораздо больше. И здесь, в чем самая главная ошибка, вначале у меня начало получаться. То есть, я там брал себе объем в 20-30-40 раз больше своего депозита. И, соответственно, и зарабатывал в 20-30 раз больше. И здесь такой момент, что если вам первые несколько раз сделок при таком риске хорошо закроются, это дверь в яму, да, можно так сказать. Потому что потом уже маленькую прибыль вы не принимаете. У вас уже совершенно больше не устроит ни 20 долларов, ни 30. Потому что вы привыкли со сделки видеть больше сотни, там, двух-трех сотен долларов. Соответственно, вас не будет удовлетворять уже маленькая сумма. И к ней вернуться очень тяжело. Прям очень. Мне, наверное, потребовалось полгода, чтобы заставить себя работать на более низком депозите. Потому что к большим суммам привыкаешь очень быстро. Даже если в начале убытки довольно-таки больные, там, 100-200 долларов теряешь, это тебе больно, но ты к ним начинаешь привыкать гораздо быстрее, чем к маленькой прибыли. И здесь как раз и кроется сама ситуация. Многие, когда начинают работать на рынке, они не задаются вопросом, какую сумму в день возможно зарабатывать с их депозита. То есть нужно в первую очередь принять реалии своего счета, своего капитала и понять, что он не сможет вам давать больше, чем вы хотите. То есть вы должны договориться с этим. Первое. Вот вы взяли свой капитал, вы решили, что он может не без перенагрузки приносить 20-30 долларов. Все. Значит, вы работаете только на его максимумах. То есть на максимумах своего капитала. Как только ваш капитал будет нарастать, соответственно, и ваша прибыль тоже будет увеличиваться. Нужно лишь терпение. А многие не договариваются с этим. Поэтому первый совет, то что договоритесь с своим капиталом. То, что насколько он способен, примите его способность как данность. И тогда уже начинайте работать в рынке. Если вы этого не сделали, то вообще даже не берите мышку в руки для того, чтобы открыть какую-либо сделку. Когда вы не знаете, чего ожидать, или ваши ожидания чересчур выше ваших реальностей, то это, конечно же, скажется очень-очень негативно на ваших сделках. Второй момент. Это желание всегда торговать. То есть у меня оно по сей день, честно, присутствует. Я с ним борюсь. Уже, конечно, я научился с этим бороться. Но вначале было тяжело. То есть я как только сяду за стол, за монитор, и я сразу что? Я открываю сразу вот прям в маленьком моменте, вот скажем, на минутном грязьке что-то вот здесь увижу. И сразу предполагаю, что тут возможна сделка. То есть я смотрю только вот на вот этот маленький участок, от которого хочу заработать или увидеть какую-то ситуацию. А поверьте, что в рынке, если вы хотите увидеть ситуацию, вы ее увидите. Неважно, лонг, шорт, что угодно. Если есть сильное желание найти сделку, она обязательно найдется. И еще и пару аргументов к ним прилипнут. Поэтому как только сели, сделайте себе правило. Первый час, может быть, 30 минут, никаких сделок. То есть вы должны себе прям включить вот так вот таймер. И первые 30-40 минут никаких сделок. Вы просто наблюдаете за рынком. Даже если вот вы открыли, и какая-то ситуация, вы ее видите, не надо в нее заходить. Пусть она пройдет без вас. Потому что смотрите на вот этот участок графика. А теперь давайте посмотрим в масштабе. Вот он масштаб. Моя линия, вот она. Вот он тот кружочек, который я нарисовал. То есть это всего лишь там полтора-пятичасовых свечек. Если я уйду на день, там это вообще будет микро-микро ситуация на этом. Поэтому не надо брать и открывать сделки сразу. Вторая, второй самый важный совет. От 30 минут до часу никаких сделок. Сели детально, не торопясь, рассматриваете график. Хорошо. Следующий момент. Что еще у людей? То есть еще бывает такой момент, то, что когда ты долго находишься за компьютером, там час, два, три, четыре, и ты не находишь никакую сделку, начинаешь гореть. То есть ты уже думаешь, да быстрее, уже быстрее, быстрее. И начинаешь себя нагонять, тем самым заставляя себя открыть сделку. Это уже само о себе говорит, что это максимальная ошибка. Поэтому, если вы сидите более трех часов за компьютером, и вы не нашли никакой ситуации, не расставили лимитные ордера, то встаем, идем, занимаемся другими делами, там девушкой, детьми, женой, работой. Чем угодно, развлекайте себя как угодно, но встаньте из компьютера как минимум на пару часов, отдохните от него и вернитесь уже с свежими силами. А может быть даже уже на следующий день. Вот две ситуации, которые касаются времени. Первый час не открываем сделки, в течение трех часов не находится никакой ситуации, вы не выставили никаких ордеров, встаем и уходим. Рынок не обязан нам давать каждый день ситуацию. Да, на них будут происходить каждый день, мы будем видеть какие-то движения там на биткоине в 5, в 6%, на альткоинах и в десятки процентов. Мы будем видеть это ежедневно. И нам кажется, что рынок каждый день дает ситуацию. Но во многих из этих движений оно довольно-таки хаотично. Его проанализировать даже там с наивысшим уровнем анализом довольно-таки тяжело. Поэтому тот тип анализа, который у вас имеется, он не обязан вам каждый день подгонять ситуацию. Если у вас в неделю есть три хорошие сделки, этого более чем достаточно. Поймите этот момент. Поэтому времени касательно вот этого, две ситуации. Первый час без сделок, после трех часов встаем и говорим рынку отдыхай. То есть сами себе, честно говоря, отдыхай. Следующий момент. То, что мы, когда открываем сделки, мы никогда не рассчитываем. То есть это уже касательно, опять-таки, капитала и расчета рисков. Само по себе терпение. Как я уже сказал, как только вы договорились с тем, со своим капиталом, насколько он способен, приняли это как данность и удовлетворяетесь именно той прибылью, которую вам дает ваш депозит, вам необходимо запастись терпением. Потому что если у вас небольшой депозит, конечно, если вы начали с 10 тысяч долларов, то, соответственно, и прибыль будет довольно-таки неплохая. В день вы от 200 до 500 долларов можете зарабатывать, не нарушая свой money risk management, не перегружая свой депозит, не находясь всегда на грани с ликвидацией, это будет. Но если у вас на депозите не 10 тысяч долларов, а у вас, скажем, 500 долларов у вас на депозите, в принципе, это такая довольно-таки комфортная сумма для всех, с которой начинать. Она не такая огромная, и в целом от нее можно оттолкнуться, и в течение длительного времени получить результат. И здесь как раз-таки и кроется та фишка в течение длительного времени. Наш анализ является нашим золотым граилем, который приносит прибыль. По сути, любой тип анализа, да, вот я использую там разный тип анализа, там, smart money, price action, анализ ликвидности, объемов и всего-всего этого остального. Кто-то может использовать гораздо меньше уровнем анализа и владеет меньшими знаниями, но это не значит, что он не может зарабатывать. Причина в чем? В том, что любой тип анализа, который работает на рынке, какой-то работает лучше, какой-то хуже, но придерживаясь любого из них, на длительной дистанции вы всегда останетесь в прибыли. А эту прибыль вам будет давать не ваш анализ, который, о, хорошие сделки бесконечно идут, а ваш money risk management. О нем говорит каждый трейдер, я это знаю, и правильно, что о нем говорит каждый. Наоборот, еще больше трейдеров должно об этом говорить. Потому что именно money risk management является ключевой частью к прибыли каждого человека. Если мы ведем от соотношения 1 к 3, то при любом случае в течение одного года, скажем, возьмем, да, длительный срок, в течение одного года можно нарастить свой капитал и довольно-таки существенно. Потому что одна ваша сделка будет покрывать 3 убыточной. Вы себе должны позволять убыток. То есть многие не хотят его никак не признавать, никак с ним мириться. Любой убыток включает азарт, включает эмоции и сразу погнали. Но вы должны принять убыток как данность. Это второе, с чем необходимо договориться, прежде чем приступать к торговле. Для меня мой убыток – это часть моей прибыли. Я понимаю, что я не смогу зарабатывать деньги, периодически не неся убытки по стоп-лоссам. Да, звучит немного абсурдно, но так оно и есть. Каждый ваш убыток – это шаг к движению дальше. Я понимаю, что у меня есть как минимум 3 убытка подряд и одна прибыль, при которой я смогу их всех возместить. И у меня появляется такое спокойствие, когда я понимаю, что один убыток, ну, второй убыток, третий убыток – ничего страшного. Я понимаю, что всего лишь одна хорошая сделка, а статистика и мой анализ позволяют мне из четырех открыть как минимум одну прибыльную сделку. Соответственно, это и должно вас успокаивать. Вы, как минимум, каждый, кто торгует, знает приблизительно, сколько он может открыть прибыльных сделок. Соответственно, если вы из десяти сделок открываете три прибыльные сделки, то вы должны быть в плюсе. Если вы не в плюсе, то значит проблема именно в вас и вашей психологии. Для этого вам что необходимо? Запастись терпением. Вы должны сами себе дать полностью понимание того, что за день всех денег мира не заработаешь. Чтобы с трейдинга получить какой-то результат, вам нужен минимум один год времени, чтобы почувствовать от него довольно-таки хорошую прибыль. Это очень хороший бизнес. Да, его можно назвать бизнесом, трейдинг, все это остальное. Это звучит хорошо, и на самом деле это хорошо. Иначе я бы не вел свой YouTube, скажем так. Но для того, чтобы это приносило доход и было прибылью, вам необходимо время и терпение. Договорились со своим капиталом, запаслись терпением. Вы должны себе изначально поставить план то, что не жди от рынка за неделю, не жди никаких результатов. Жди результаты спустя квартал. То есть, если вы открыли 90 сделок, вы за 90 дней можете открыть там, в среднем, если одна сделка в день, где-то без сделки, где-то 2-3 сделки, то за 90 дней у вас в среднем 90 сделок. Если вы из этих 90 сделок закроете хотя бы 40 или 30 сделок в прибыль, то вы уже окажетесь минимум в нуле, но это тоже не результат. Но если вы откроете даже 40 сделок в прибыль из 90, вы окажетесь в довольно-таки ощутимой прибыли, даже с 500 долларов. Поэтому терпение и четко холодный расчет. Никогда не торопитесь сделку и не бойтесь, что сделка уйдет от вас. Следующий момент это спешка. Давайте сейчас перейдем на график. Многие что, наметят ситуацию минимум, цена вот так вот начинает здесь уходить, да, вверх. Там вы планировали лонг. И в душе идет такой, блин, я не зашел, я не зашел, надо зайти, надо зайти. И начинаете где-то вот здесь заходить. Когда она выстреливает. После чего цена дает адекватный для себя откат, который должен быть. Но так как вы завысили риски, зашли здесь, за вот это короткое движение, ваш убыток уже выше вашего убытка, который вы можете признать. То есть он вас выбивает из эмоционально спокойной колеи. Соответственно, здесь уже думаете, вот я дурак, зачем я поспешил, надо было не открываться. И здесь сделку закрываетесь, боясь ликвидации. Потому что не соблюдая манилист, ликвидация всегда рядом, вы импульсивны. Как только зайдете с большим объемом, сделка идет в плюс, вы дрожите. Сделка идет в минус, вы дрожите еще больше. И понимаете, что если вы ее не остановите, она остановит вас по ликвидации. Такого не должно быть. То есть я ликвидации уже давно забыл. Потому что я знаю, что она всегда где-то за 10 километров от меня. И это необходимо сделать каждому, кто работает на рынке. Соответственно, здесь он закрывается, цена начинает отрастать дальше. Человек эмоционально начинает думать, вот блин, я же правильно зашел. Мне надо было всего лишь перетерпеть. И начинается самоугнетание тем, что сколько раз такое было. Я рано закрывался, цена уходила в мою сторону. Где я мог закрыться в плюс, я закрылся в минус. Начинается вот это самоугнетание, самобичевание, и человек начинает перезаходить обратно. Тут цена на короткое время дает какую-то прибыль, но человек уже потерял, он хочет уже еще больше. Хочет вернуть свои деньги, хочет еще и что-то заработать. Но цена опять начинает потом уходить против вас. И вы думаете, зачем я это сделал? Начинаете снова закрываться, и здесь уже отключается всяческая логика, и человек начинает просто заходить, заходить, заходить и заходить, как только ему заблагорассудится. И это слив. То есть в среднем можно слиться за несколько часов спокойно, если вы как минимум не соблюдаете риски и не смогли договориться с той прибылью, которая у вас будет. Поэтому, чтобы этого избегать, любой может зайти в эмоциональное состояние. Я по сей день периодически могу себя эмоционально пошатнуть и совершать какие-то необдуманные действия на рынке. Чтобы этого не совершать, заходите только лимитными сделками. Забудьте про market order. То есть вообще лучше его нафиг убрать, чтобы он работал только на закрытие, но никак не на открытие. Забудьте, как заходить по рынку. Я уже полтора года, наверное, забыл, как заходить по рынку. Захожу строго лимитными ордерами. И неважно, сколько времени мне потребуется ждать до того, чтобы моя сделка сработала. Скажем, вот у меня есть сейчас вот эта зона. Мне она интересна. От нее мы можем пойти дать небольшое движение внутри дня, потому что сама целостность структуры не нарушена. Но в этой зоне есть ликвидность. То есть под ней большая ликвидность. Соответственно, ставить на нее лимитный ордер довольно-таки агрессивно. Цена может просто палкой меня вынести. Я не хочу этого. То есть я уже заранее понимаю, какого типа защищен ли это будет ордер чем-либо или нет. Соответственно, здесь что я буду делать дальше? Я дождусь, когда цена придет в эту отметку. И здесь на более младших таймфреймах покажет мне модель разворота. Скажем, цена отскочит сюда, показав мне модель разворота. Я поставлю заявку и буду ждать, когда цена возьмет мою заявку. И не нужно в этот момент бояться. Вдруг сейчас не дойдет. То есть цена начинает вот так вот подскакивать чуть выше. То есть цена начинает так подскакивать, и вы думаете, вдруг мне дойдет. Лучше зайду сейчас и так далее. Нет, не надо этого делать. Цена может вот просто зачастую, поверьте моему опыту, в 8 из 10 раз она вот так вот палкой может прийти, вас забрать и пойти дальше. И практически не показать никакого убытка. Но зайдя здесь, вас будет резинить, и вы будете очень долго находиться в сделке, тем самым морально истощаясь. Очень важно на рынке не истощиться, не перегореть. Здесь перегорание, наверное, самое, то есть в трейдинге само по себе перегорание быстрее, наверное, любой профессии, где только можно. Здесь можно перегореть очень быстро, поэтому вы должны себя эмоционально защитить от этого. Поэтому заходите только лимитными ордерами. На рынке большое количество ордеров, которые можно там поставить лимит, заранее поставить стоп, то есть стратегический ордер, как сработает лимит, сразу выставится стоп, и если что не так, вы потеряете только ту сумму, которую сами себе изначально выставили. И тут еще один момент, то есть мы договорились с той, какой прибылью может нам давать рынок. И также надо договориться с убытком. То есть если у нас там 500 долларов на счету, мы должны понять, что закладывая 1% риска в сделку, 1% риска в сделку, то мы будем терять 5 долларов. То есть эта сумма должна для нас быть комфортной. Теряя 5 долларов, мы не должны в панике думать, как их вернуть, что с ними делать. У нас не должно быть паники. Скажем, закладывая 2% риска, мы будем терять 10 долларов. Я думаю, это довольно-таки адекватной суммы, потому что, скажем, если вы закладываете 2% риска, то при убытке вы теряете 10 долларов, при прибыли вы зарабатываете 30 долларов, так как соотношение всегда 1 к 3. Не надо заходить в сделки, где нет соотношения 1 к 3. Вот та сделка, которую я жду, но лимит не могу выставить, потому что цена на этом. В этой зоне немного опасность имеется, что она не развернется. Поэтому, скажем, если она развернется и пойдет по моей стратегии, то здесь у меня соотношение, у меня 0,66% стоп-лосса и 2,71% тейк-профита. Здесь отношение 1 к 5. То есть это гораздо выше, чем 1 к 3. Я не говорю, что вы должны строго 1 к 3. То есть если 1 к 5, нет, не зайду, жду меньше. Нет, просто это минимум, который у вас должен быть. Бывает и 1 к 3, 1 к 5, к 10. Разная сделка рода существует. Соответственно, закрыв одну сделку 1 к 5, вы уже 5 стопов отбиваете себе. А это очень здорово. Поэтому договоритесь с тем убытком, который у вас может быть. Ваш убыток должен быть комфортным. То есть вы потеряли такое. А, ну я проинвестировал для других сделок. Можете максимально по-разному это интерпретировать, но главное принимайте это как часть вашей стратегии, как часть вашей прибыли. Потому что именно временами закрываясь убытком, сохраняя спокойствие, вы все равно мелкими шагами, но правильными, дойдете до результата. А мы как хотим? Мы хотим ничего не отдавать, но все забирать. Такого не бывает нигде, ребята. Ту прибыль, которую приносит трейдинг, не принесет ни одного рода бизнеса, которого знаю я. Если вы знаете какие-то другие бизнесы, поделитесь, я с радостью узнаю это. Но в реалии трейдинг приносит очень хороший доход за те же периоды, которые приносят, скажем, инвестиции в какой-то бизнес. Но здесь, скажем, люди сгорают, теряют гораздо быстрее. Только за счет того, что нет самообладания. А это очень обидно. Поэтому договориться со своим убытком, вы должны его принимать на ура и понимать, что даже я три раза потеряю подряд, одним, одной прибылью я это окуплю, а следующая прибыль будет уже чистым доходом. Здесь это нужно принять как данность и никогда не откроть. То есть, если есть какое-то вот такое соотношение, как бы вы не были уверены, что цена пройдет это движение, не открывайте эту сделку, так как вы рискуете той же самой суммой, чтобы заработать то же самое. Это глупо, поэтому нельзя открывать такого данности сделки. И в долгосрочной перспективе всегда можно получить результат. То есть, всегда закладывайте один и тот же риск. Я в своих предыдущих роликах уже детально показывал, как считать сумму, как открывать все это. Здесь не будем тратить на это время. Кто еще не смотрел, посмотрите тот ролик. И главное, начните с этих моментов. Давайте в завершение я перечислю. Первое. Договоритесь со своим капиталом. То есть, примите прибыль, которую может приносить ваш капитал. Если это 500 долларов, то в день он может приносить от 20 до 50 долларов хороший день. Второй момент. Договоритесь с убытком. То есть, вы должны максимально комфортно принимать убыток. 5 долларов, 10 долларов, да. Придется изначально копаться в этих суммах. Даже если у вас есть возможность гораздо большую сумму инвестировать, этого лучше не стоит делать, если у вас нет опыта. Поэтому начните копаться этого, но посчитайте сами, если вы будете получать доход там 2-3 процента в день к своему депозиту. То есть, закрыв один день с 530 долларов, вы следующий день начинаете с 530. И, соответственно, там 2-3 процента это уже большая сумма. И вот этот сложный процент за год уже будет там просто колоссальная сумма, которую сложно себе вообразить. Но это довольно-таки реально. Почему? Потому что это все математика, точная наука. Только мы с нашей психологией можем нарушать ее и не давать ей исполнить то, что должно исполнить. Хорошо. Пойдем дальше. Приняли, договорились, приняли прибыль, приняли убыток. Второй момент, запаслись терпением. Поймите, что всех денег мира за день не заработать и ничего не отдавая не получится тоже что-то заработать. Вы должны договориться с собой, что это такая же профессия, как и любая другая. Нужно время, чтобы идти на повышение. А здесь повышение сразу же доход. Ваш доход, то есть он увеличивается, значит, вы идете на повышение. Все довольно-таки просто. Четвертый момент, money risk management. Тот money risk management, которого вы придерживаетесь, в нем по-любому должно быть один к трем, а все остальное, как вы считаете, что вы считаете, здесь миллионов разных способов, из них нет каких-то верных, нет каких-то неверных, они все нацелены на то, чтобы сохранять ваши средства и минимизировать ваши риски. Поэтому в данном случае просто придерживайтесь money risk, это как, я не знаю, я не знаю даже, как Библия, для кого-то, для кого-то, как другое что-то, поэтому обязательно никогда не нарушайте это. Следующий момент, тайминг, тоже очень важно, сели, никогда не открывайте сделку за первые 5-10 минут, то есть вы не должны ее открыть. Вы сели, как минимум 30 минут, час, сидите за монитором, наблюдаете спокойно, пьете чай, кофе, жуете жвачку и наблюдаете за рынком для поиска уже очень нормальной, адекватной ситуации. Если вы открыли сделку за первые 5-10 минут, то вероятность вашей потери очень высокой. Следующий момент тайминга, как только вы 3 часа сидите за компьютером, то есть заметили, что вы уже сидите в районе 3-х часов, ставьте себе там тайминг на телефон и просто сидите, как только он прозвенел, вы понимаете, что окей, то есть я уже сижу очень долго, если вы за этот момент даже не выставили никаких лимитных ордеров, ничего другого, ничего страшного, вы можете уйти, то есть рынок от вас не убежит, он и завтра будет там же, где и был сегодня, поэтому обязательно придерживайтесь таймингу и следующее, то что никогда не заходите по рынку, это классный момент, то есть он мне очень хорошо помог, поэтому всегда захотите лимитными ордерами, делайте анализ, понимаете, куда должна прийти цена, я на это снял уже кучу роликов, просто ставьте лимитную заявку туда, куда она должна прийти, заранее стратегический стоп-лосс, тейк-профит и все, не надо потом сидеть вот так вот ждать, когда же сделка придет, то есть сидеть и толкать ее глазами, вы выставили лимитные ордера, цена постепенно идет к вашему ордеру, вам нечем больше заняться, идите, займитесь чем угодно, но не сидите и не толкайте эту свечку, как сработает лимитка, можно настроить уведомление, к вам придет уведомление, что сделка открыта, посмотрите, все ли ордера на месте и все, то есть, и не надо так же сидеть ждать, когда она придет до прибыли, потому что манипулируя, просто сидя, толкая глазами свечки, вы любое колебание очень эмоционально воспринимаете и начинаете совершать глупые действия на рынке, то есть, цена вот идет, идет, немного пошла не в вашу сторону, вы сами не поняли, как нажали кнопку и закрыли, а потом цена идет, вы сами не поняли, как нажали кнопку и открыли, закрыли, открыли, то есть, хорошую сделку превратили просто в какой-то любительский хамячеловский уровень, так не делайте, поэтому, это очень важно, придерживайтесь этих моментов и начните именно с этого, то есть, не спешите торговать, работайте над собой, работа над собой в трейдинге, она ежедневная, то есть, я каждый день больше даже не работаю над каким-то своим анализом, потому что, в целом, мне уже сложно его чем-то дополнять, я работаю над тем, как улучшить себя, улучшить свою дисциплину, улучшить свою психологию, исключить какие-то моменты, которые негативно влияют на мою торговлю, и в целом, это помогает мне даже стать как человеку лучше. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok